Здравствуйте, меня зовут Алла Журавлева. Я являюсь преподавателем математики в школе SkySmart и экспертом в сообществе SkyTeach. В образовании я уже 15 лет. О своей экспертности более подробно я рассказывала в стриме на тему, как преподавателю не потерять мотивацию. Вы также можете его посмотреть и ознакомиться с этим видео. А сегодня мы с вами поговорим на тему для тех именно преподавателей, которые решили прийти работать в школу. Итак, тема нашего сегодняшнего стрима «Я иду работать в школу». Наверняка вы уже определитесь с местом работы и вас будут уже посещать такие мысли и вы будете задавать себе вопросы. Какие дети придут к вам в класс? Поладят ли они друг с другом? Какие у них родители и как они отнесутся к вам, как к молодому педагогу? Ну теперь вы точно будете знать и понимаете, что перед новым учебным годом волнуются не только дети, но и учителя. Но для этого вам помогут 10 простых советов, как комфортно начать работать и развиваться дальше. Для начала у меня есть для вас одна хорошая новость. Вам не придется больше учиться, но так ли это на самом деле? Давайте разбираться вместе. Правило первое для нового учителя – это, во-первых, нужно узнать о всех негласных правилах школы. Не стесняйтесь спрашивать у коллег и уточнять детали, которые касаются распорядка дня в школе, внеурочной деятельности и еще будет куча и куча вопросов, начиная с того, где обедают учителя и какие, наконец, школьные традиции, которых вы должны будете придерживаться. И вот знания таких обычных простых правил и процедур заранее смогут вам помочь в учебном процессе. Новый преподаватель должен быть готов к сдвигам в расписании, переносам уроков из одного кабинета в другой и так далее. Подготовиться ко всем этим изменениям не получится, поэтому относитесь ко всяким неожиданностям не с негативом, а с юмором. Не стесняйтесь узнавать у своих коллег, как они справляются с внезапными ситуациями. Правило номер два. Грамотно организуйте свое пространство в классе, если вас назначили классным руководителем или закрепили за вами класс. Для начала могу обозначить некоторые ошибки. Многие начинают тратить сразу свое время на проектирование класса. Каким образом? Они сразу думают, где разместить доску с объявлениями, где сделать уголок для детских игр, куда повесить проектор и так далее. Но как только в классе появляются 30 неугомонных детей, которые все переворачивают вверх дном, все похоже идет не по плану и все придется перестраивать по новому. Поэтому самое главное учитывать, что при планировании класса. Посмотрите, пожалуйста, на движение детей по классу. Немаловажный факт и фишечка, чтобы в вашем классе проходы были достаточно широкие. То есть понаблюдайте за привычным движением детей в классе, за их потоком и после этого только добавляйте детали, шкафчики, полки, доски и так далее, не нарушая этого потока. Например, если вдруг полкласса захочет посмотреть на вашу доску с объявлениями, со свежими новостями, где вы вывесили фотографии ученика, у которого день рождения, чтобы они не толпились и всем было комфортно. Правило номер три. Найдите как можно больше наставников. В некоторых школах к начинающим педагогам обязательно представляют опытного педагога-наставника, который поможет молодому специалисту адаптироваться на начальном этапе. Если вам такой возможности не представится, не отчаивайтесь, поищите их сами. Особенно будет полезными оказаться те советы, которые вам окажут те педагоги, которые в школе работают уже три-четыре года. Вы можете послушать их мнение. Конечно, у каждого педагога есть свой взгляд на профессию, на выполнение ими каких-то обязанностей. Чем больше вы послушаете их мнений, тем больше вы сможете что-то почерпнуть для себя и взять это на вооружение. Также вы можете приглашать своих наставников к себе на уроки. Это лучший способ получить прямую обратную связь от своих коллег. учесть все замечания, предложения и затем уже опробировать это в новом следующем уроке. Но и главное при выборе наставника, вам должно быть комфортно общаться с ним и интересно что-то узнавать о вашей профессии от него. Правило номер четыре. Не применяйте все методы и методики, которые бы вы хотели внедрить сразу в учебный процесс. Непонятное дело, что тот азарт и рвение, с которым вы пришли сейчас в школу, вам одновременно могут и помочь, и навредить. То есть те методики и игры, которые вы хотите сразу опробировать и внести в учебный процесс, да, безусловно, это интересные детали, но даже интересные задачи требуют от учеников усилий, особенно в начале учебного года. Дети еще не сконцентрированы, они явно быстро устают и могут не успеть за вашим темпом, поэтому немного сбавьте обороты. Уроки не станут хуже от того, если вы ограничитесь каким-то одним игровым приемом или блоком, а не всеми сразу. Начните с малого. Даже какие-то маленькие ежедневные ритуалы, которые вы привнесете к школьному ритму, помогут им в дальнейшем привыкнуть и адаптироваться к этим обязательным делам. Помогите им составить комфортный распорядок дня, в котором не будет стресса, поэтому имейте обязательно в виду, что у детей плохо с тайм-менеджментом и умением распределять свои силы. В идеальном мире, конечно, все ученики повторяют с утра неправильные глаголы, решают тесты, решают задачи и практикуют скорочтение, но в реальном мире мы прекрасно понимаем, что это не так. Потратьте время на то, чтобы развить в них те качества, которые сделают именно ваши уроки более эффективными. Правило номер пять. Позвольте детям проявлять больше самостоятельности и дайте им время на мозговой штурм. Что я имею в виду? Доверьте ученикам самостоятельно выбирать, какое задание, допустим, они хотят сделать в первую очередь. Или если эта инициатива идет при выборе партнера, если они работают в паре, ваши ученики, то есть возможность сделать выбор, это бонус уверенности в себе для ученика. Немного свободы и потребность в контроле ребенка будет удовлетворена именно в вашем условии. Как правило, у начинающего учителя часто, казалось бы, два взаимоисключающих желания возникает на начальном этапе. Или дружить с детьми, или быть для них непоколебимыми авторитетами. На самом деле эти желания, они не противоречат друг друга. Учитель может быть и дружелюбным, и открытым, и при этом отставаться ответственным взрослым, которым дети нуждаются. То есть дети это такие совершенно другие существа, они всегда внутренне резонируют, становятся такими же, как вы. То есть если учитель напряжен, и класс пребывает в тревожности, а если от учителя идет уверенность, спокойствие, то это сразу передается детям. На самом деле это как игра в спектакле. Представьте себе, новички всегда волнуются, нервничают, а потом, когда много играешь, уходит волнение, приходит удовольствие, ну и трепет остается, который окрыляет, придает энтузиазм, вдохновение. И это очень приятные чувства. То есть на самом деле для ученика идеальный учитель, это тот человек, к которому можно обратиться с насущным вопросом. Учитель он не учит, а у него учится. Насильно вбить что-то кому-то в мозг, это просто невозможно. Хороший учитель, это тот человек, который является проводником в огромный мир возможностей, энергии, которые нас окружают. Но воспользоваться этим миром только решает, как это сделать сам человек. Но еще, конечно, для учителя важное терпение. Поэтому, как говорили древние, ждать не ожидая, но будьте в этом вопросе бдительны и готовы практически ко всем ситуациям. Правило номер 6. Не бойтесь совершать ошибок и не бойтесь чужих оценок. То есть молодые учителя часто чувствуют неуверенность, когда, допустим, какой-то педагог заглянул в класс, хотел вас предупредить, что на переменке, условно говоря, будет маленькое собрание. О, боже, он услышал, что ваши дети шумят, учитель впадает в панику, и теперь он думает, что же подумает обо мне, коллега, как он отнесется ко мне, как профессионалу. Да, безусловно, поведение учеников о многом говорит о вашей компетентности, но никто не будет судить по этому маленькому фрагменту о вашей некомпетенции. Поэтому думать то, что думают другие, это довольно-таки энергозатратное занятие, так что лучше сосредоточиться на работе с классом. То есть секрет идеального урока, как ни странно, это ни для кого не секрет, когда никто не шумит. Но на самом деле секрет заключается в том, что дети всегда должны быть чем-то заняты. То есть болтовня, крики начинаются только тогда, когда один ученик выполнил задание раньше остальных и начинает бездельничать, а преподаватель не знает, чем его занять. Чтобы избежать такой ситуации, заранее подготовьте для таких учеников несколько заданий не из учебника. Потратьте, пожалуйста, свое личное время, чтобы найти дополнительные задания, что в итоге позволит вам сохранить дисциплину на уроке. Правило номер семь. Не ставьте крест на сложных учениках. Безусловно, они у вас будут. Помните, что задиры, хулиганы, они есть в каждом классе, но они заслуживают не меньше заботы и внимания, чем скромники, тихоние, отличники. Ребенок может плохо себя вести, замедлять ход урока, но это не делает его монстром в ваших глазах. Допустим, забыл домашнюю работу, оставил беспорядок на столе, постоянно с кем-то сталкивается, не хочет успевать делать какие-то задания, но опять же это не повод озлобиться на него за это в ответ, потому что успеха можно добиться от каждого ребенка. И задача учителя помочь ему раскрыться, увидеть его таланты. Дети вообще, как и люди, часто боятся брать на себя тоже ответственность, а вдруг у них что-то не получится, они также сомневаются. Поэтому преподаватель традиционно помогает ученикам, подсказывает, направляет их и при этом обязательно поддерживает, говорит, все в порядке, мы это сделаем вместе. Ни в коем случае не насмехайтесь над ошибками, это разрушит уже выстроенные отношения не только с этим учеником, но и со всем классом. Не тратьте силы на извительные комментарии, а только на поиск того, за что ученика действительно стоит похвалить. И это, конечно, может быть сложно отказаться, чем на самом деле, но с самого начала постарайтесь узнать, чтобы избежать таких ошибок, побольше об интересах ученика, его способностях, о навыках и не игнорируйте их характеры. Вы побыстрее сможете овладеть и внедрить это в программу, которую вы будете обязательно для себя строить в учебном плане. Это вам поможет понимать особенности ваших учеников и не пытаться давить на них таким образом. Поэтому в начале учебного года я советую вам не стараться заваливать ученика слишком сложными заданиями, хотя некоторые из них кажутся вам, что они полезные, интересные, даже отличники могут стушеваться, потому что перед слишком сложным вопросом и перед вами, как новым учителям, для них это тоже может оказаться непростой ситуацией. Поэтому потратьте время не на разбор каких-то олимпиадных заданий, а на укрепление сначала доверия между вами и вашим классом. И важно здесь помнить, что на отработку таких сложных заданий у вас впереди еще целый учебный год. Правило номер восемь. Попробуйте выстроить правильную, дружелюбную коммуникацию с вашим руководителем. То есть здесь важно понимать, что директора школы, они как генералы на поле боя, они принимают тонну решений в течение дня, поэтому постарайтесь оградить их от тех проблем, которые вы можете решить самостоятельно в течение дня. Лучший способ общения с директором – это сообщать ему хорошие новости по ходу дня. То есть, допустим, ученики все справились с контрольной работой, никто не получил двойку. Но не ожидайте от этого никакого сообщения либо похвалы, потому что даже эта маленькая капелька хороших новостей в день позволит оставаться в тонусе и вам, и руководителю. Но, безусловно, спросите руководителя о мерах поддержки для молодых специалистов. Для каждого региона предусмотрены свои льготы. Например, это может быть и единовременная выплата, подъемная, так называемая, и ежемесячная выплата, особенно молодым специалистам, которые пришли в школу, и это место работы для них является первым. Правило номер девять. Безусловно, установите хорошее отношение с родителями ваших учеников. Придумайте какие-нибудь разные способы, как родители могут помочь вам наладить отношения с детьми в классе. Они будут только рады поучаствовать в этом процессе. Поэтому рассмотрите такие способы. Например, для знакомства можно устроить небольшое чаепитие знакомства, например, в пятницу после уроков или в субботу. В честь даже дня рождения какого-то ученика это тоже будет уместно. Главное, чтобы родители школьников чувствовали, что вы им рады, и их мнение важно не только для вас, но и они также должны участвовать в этом образовательном процессе. И после такого общения в последующем родители, безусловно, всегда будут на вашей стороне. Ну и, наконец, правило номер десять. Не наказывайте за себя какие-то проявленные ошибки. Да, безусловно, будут будни, когда вы во всеоружии энергичны. С первого звонка и до последней минуты вы в тонусе, но придут и на смену именно такие дни, когда вы будете чувствовать уныние, опустошение. И тут самое главное не наломать дров, не сразу искать чисто вес для того, чтобы написать заявление по собственному желанию. Успокойтесь, придите в себя, дайте себе отдохнуть. Плохой день станет отличной возможностью над тем, чтобы подумать, какие слабые стороны и места в этом дне проявились. И рассмотреть подходы, о которых, допустим, вы ранее уже не задумывались. И что-то для себя уяснить и привнести уже в новый день с другими мыслями, позитивными. То есть, если вы справитесь с волнениями, останетесь уверены в себе, постарайтесь найти во всем положительные моменты, это и приведет вас в результате более высоким результатом в учебном процессе. Ну и, безусловно, все вот эти десять правил, которые я озвучила, являются лишь психологическими аспектами. Естественно, одной из главных составляющих является еще и материальный аспект. Ни для кого не секрет, что на начальном этапе молодой специалист имеет минимальную заработную плату, минимальную ставку, так как он не имеет опыта, не имеет квалификационной категории и так далее. Поэтому молодые специалисты, молодые педагоги часто ищут подработку на различных ресурсах. Прекрасной возможностью в этом случае может быть такая работа, как подработка на онлайн-платформе SkySmart. На этой платформе работает уже более 15 тысяч учителей со всех регионов нашей страны и не только. Преимуществом такой работы является то, что вам не придется искать учеников. Вам подберут их под ваше расписание и то удобное время, часы которые вы откроете для себя в вашем расписании. Не будет проверки заданий. Все задания проверяются автоматически на платформе, что значительно экономит ваше время. Это могут быть и индивидуальные часы, а также групповые. На платформе открыт 13 дисциплин. Я думаю, что каждый может для себя подобрать то, что ему покажется интересным. Во-первых, вы можете попробовать себя в качестве преподавателя с целью именно набраться опыта общения с детьми, с методической точки зрения, но и также общение в этом крутом сообществе единомышленников. И что как приятный бонус, на платформу приходят только мотивированные ученики. И во-вторых, прийти в качестве ученика, допустим, найти для себя что-то интересное. Например, изучение новых дисциплин. Я для себя осуществила свою давнюю мечту и пришла на платформу в качестве и преподавателя, и как ученик я занимаюсь изучением английского языка. Поэтому это открывает во мне много новых возможностей, и это очень интересно. Поэтому найдите для себя что-то интересное. Под этим видео, в ссылочке, вы найдете всю подробную информацию нашей онлайн-школы, как для преподавателя и как для ученика. Ну а вас я благодарю за нашу встречу. Всем до новых встреч. До свидания. Хорошего всем дня.